Ребята, всем привет! Это будет супер большое видео про индикаторы, которыми пользуюсь я, пользуются мои друзья, которые помогают нам зарабатывать. Поэтому, если вам нравится такой контент, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы поговорим про EMA Ribbon, про Market Cipher и про кучу всего другого, так что welcome! Индикаторы помогают нам определить, куда идет цена, где важнейшие уровни сопротивления и поддержки. И давайте начнем, не будем томить и начнем. Ну, я, конечно, не спец по индикаторам, но то, чем сам пользуюсь, сейчас вам покажу, а дальше будет интереснее. Ну, смотрите, во-первых, давайте начнем с самих, собственно, свечей. Свечи бывают обычные, candles, которые все используют. И тут еще бывает много всяких, hollow candles, но это, по сути, то же самое, просто прозрачный, линейный график. Но мне больше всего нравятся хайка наши свечи. Хайка наши свечи — это уникальная совершенно история. У меня есть по ним обзор, но, к сожалению, ютубчик его забанил из-за несоблюдения авторских прав, потому что это перевод англоязычного обзора с канала Secret Mindset. Короче говоря, если вам интересно про хайка наши, в описании этого видео найдите урок по хайка наши. Это свечи, которые помогают лучше распознать тренд. Что можно про них сказать в двух словах? Это более заторможенные свечи, чем обычные. То есть, грубо говоря, каждая свеча содержит информацию из предыдущей свечи, но за счет этого они лучше показывают тренд. То есть, обратите внимание, здесь у нас тренд растущий, да, все свечи зеленые. Что если вы сравните с обычными свечками, то тут постоянно какая-то шумиха, то красная, то зеленая. Грубо говоря, хайки наши лучше держат цвет, соответственно, лучше показывают тренд. И это очень-очень наглядно видно на месячном графике предыдущего баурана. Если вы посмотрите на обычном графике, то здесь тоже неразбериха. Допустим, вот когда биток стоил 4 тысячи, появилась красная свеча месячная, соответственно, это был сигнал на выход из рынка. Таким образом, вы недозаработали здесь, большое движение не забрали, практически 5 иксов. И, соответственно, обратно, когда начался медвежий тренд, тоже вы можете видеть, что тут каждая вторая, третья месячная свеча были зеленые, соответственно, высаживающие вас из шорта, не давшие вам заработать до конца этого движения. Если вы посмотрите месячный график хайка наши на этом же таймфрейме, то он просто идеально отработал. Вот можете сами видеть, что мы весь бауран у нас были зеленые свечки. Здесь, да, вы чуть позже вышли бы, естественно, не по 20 тысяч, а уже там по 10 тысяч, но тем не менее, вы бы также доехали до самого низу. Короче говоря, как вы можете сами видеть, очень хорошо показывают тренд. Но это, что касается свечек, это я люблю больше эти свечки, хайка наши на разных таймфреймах, особенно на старших. Это тоже такой момент, это вроде как свечи, но на самом деле, по сути, они работают как индикатор. Дим, ты можешь встревать уже в любой момент. Привет, Гринь, дорогой, привет, уважаемые зрители. Спасибо, Гринь, что пригласил. Рад, тем более, тема моя, любимая моя тема индикаторов, обожаемая. Ты абсолютно верно заметил, что хайка наши, это даже уже не свечи, ну, в целом, это свечи, но это больше индикатором считается. Есть свои торговые стратегии, как по ним торговать, их достаточно много, можно прям прогуглить. И для новичков в особенности это, конечно, гораздо интереснее, чем торговать по японским свечам, гораздо интереснее можно найти точки входа и выхода. В общем, все, что ты говорил, абсолютно верно, согласен на 100%. Хайка наши, они отличаются только своим формулой расчета. То есть, если у нас в японских свечах есть high, low, close и open, то здесь по формуле высчитывается. Там формул нет японских, здесь по формуле. Ну да ладно. Потом, что еще из индикаторов я использую? Да на самом деле, самые банальные. Это RSI, да, индекс относительной силы. Это вообще RSI. Потрясающий индикатор. Суть его в том, что он подсчитывает процент белых свечей и силу их движения в рынке. Так, это очень интересно. Сейчас ты поподробнее об этом нам расскажешь. Да, дамы и господа, как вы поняли, у нас special guest сегодня. Это Дима Пифагор. Спасибо тебе большое, что присоединился. Короче говоря, да, что я знаю об RSI? Я своим как бы таким простятским языком объясню, а потом ты меня поправишь. Вот, допустим, по нему мы можем видеть дивергенции. Вот у нас тут, допустим, была бычья дивергенция. То есть, что вообще это такое RSI? Да, это индекс относительной силы. То есть, у него есть перепроданные значения и перекупленные. Грубо говоря, когда мы находимся ниже 30, это у нас перепроданные, и выше 70, это перекупленные. Это, по сути, осциллятор. Да, то есть, если график находится в тренде, допустим, идет там вверх или вниз, то RSI идет всегда вбок. Соответственно, если на графике вы, может, не понимаете, где тут дно и потолок, то тут, грубо говоря, это абсолютно видно. То есть, ну, как бы он идет всегда вбок, просто у него бывают вот такие экстремумы, которые обязательно, скажем, мы не можем очень долго находиться там в перепроданности или в перекупленности, мы все равно оттуда отскакиваем. Поэтому по нему очень круто ориентироваться, допустим, когда у нас будет хотя бы локальный отскок. То есть, грубо говоря, на старших таймфреймах, на дневном, на недельном, на четырехчасовом очень сильные бывают отскоки. Если мы находимся вот где-нибудь в этих значениях, то мы обязательно в какой-то момент отскакиваем, соответственно, видим, пускай даже там кратковременный, спекулятивный, но рост. Как-то так, я это понимаю. Дим, может, есть что добавить? Не совсем верно. Точнее, верно, но почти все верно. Вот так будет правильно замечено. Значит, касательно дивергенции, да, это значит уменьшается количество зеленых свечей, то есть уменьшается сила движения, и, соответственно, дивергенция именно поэтому отрабатывает. Но касательно перекупленности и перепроданности, очень часто люди считают, что это или медвежий, или бычий сигнал. На самом деле это не так. Мы можем находиться ниже уровня 30, при этом это не будет бычьим сигналом. Бычий сигнал будет только тогда, когда мы выйдем выше уровня 30. Это по классике. Мы можем очень долго находиться ниже уровня 30, и все будет окей. Это не значит, что нужно открывать ланги. Нет, мы можем находиться, все окей. В тот момент, когда мы вышли выше уровня 30, затем цена обновила лой, да, цена обновила лой, а индикатор не обновил лой, или он не смог в следующий раз выйти ниже уровня 30, вот это место для входа. Ну, правильно. То есть четко по стратегии. Грубо говоря, мы можем долго находиться, как вы видите, вот в предыдущем бычьем рынке мы также долго находились, ну, на недельном таймфрейме это будет видно, мы долго находились, очень долго в перекупленности. Это даже, наоборот, бычий сигнал. Когда мы заходим в зону перекупленности, это считается бычьим сигналом. Да, в краткосроке. В краткосроке, в среднесроке. Грубо говоря, это если торговать контртренд, то это, на самом деле, уже постепенно медвежий сигнал. Но тут вопрос таймфреймов. Если человек как бы инвестирует там на три месяца, то это уже, ну, такое себе. Дело в том, что, Гринь, ну, вот смотри, первый у нас раз мы вышли в зону перекупленности. Вышли, и долго там можем находиться. И долго можем находиться, и ничего страшного от этого не произойдет. То есть, если вы начнете там продавать, то вы просто окажетесь без денег. Нужно подождать именно, когда закроемся ниже, а затем цена не сможет выйти выше уровня, ну, в данном случае, 70. Вот тогда можно открывать короткие позиции или продавать, ну, заходя с первым плечом. Это уникальный индикатор. Я его тоже очень люблю. Да, вот здесь, например, по закрытию свечи мы не смогли... Смотри, даже не здесь. Вот здесь не было точки входа, к сожалению. Нужен тест. Вот смотри, вот здесь отлично. Мы закрылись выше, закрылись ниже, все понятно. Также, смотри, произошло недавно. Вот недавно посмотреть, если... Вот следующее. Да, здесь то же самое. Это, ну, как... То есть это, и как МСД, например, тоже классический индикатор, который многие интуитивно понимают, что нужно искать дивергенции, но, к сожалению, не все знакомы там с какой-то классической литературой технического анализа, и поэтому не совсем верно понимают, где ставить стопы, где ставить тейки. Я, кстати, могу рассказать... А я рассказывал у себя в роликах, могу еще рассказать. Тут Pireside в целом вы уже поняли, как нужно входить в сделку. Не смогли закрыться выше, заходите в сделку, стоп, ставите за хайм свечи. Все, вы в сделке. Тейк должен быть примерно у уровня 30, соответственно, снизу. Pireside. Ну вот да, четырехчасовые отскоки мне очень нравятся. Я подсмотрел их у чувака такого, ChartGuys, знаешь, такой канал есть. ChartGuys, да, по-моему, знаю. По-моему, из Канады, что ли, они или из Штатов. Там есть такой чувак Дэн, который крипто обозревает. Вот он все время дожидается четырехчасового отскока, причем второго. То есть четырехчасовой перепроданный отскок, он обычно в форме дабл. То есть он сначала отскакивает, потом, как ты говоришь, ретест, и потом уже начинается вот это. Вот здесь вот заходи и спокойно. Да, да. Очень сильная история. Совершенно верно. Есть еще скрытые бычьи дивера, только я сейчас что-то не могу их найти. Я недавно делал пост в Телеге как раз про скрытый бычий дивер. Но я думаю, что мы сейчас в это не будем углубляться. Давайте пойдем дальше по индикаторам. Это крайне просто. Могут люди прогуглить дивергенции MACD или MACD, дивергенции RSI, и сразу первая картинка в Гугле будет со всеми обозначениями, и что должна делать цена, что должны делать показатели индикаторов. Там есть скрытые бычьи дивергенции, открытые, ну и все-все-все. Поэтому люди могут прогуглить и, собственно, посмотреть. Да, да, на самом деле это самое правильное. Посмотреть таблицы и понять, что к чему. Вот, ну давайте я продолжу, что еще я использую. Потому что я использую очень, на самом деле, немного индикаторов, и они мне помогают. Наравне с RSI также есть индикатор стокастик RSI. Чем отличается стокастик от RSI? Ну вы можете сами видеть, что RSI более глобальный, более плавные движения дает. В то время как стокастик очень быстро в моменте показывает индекс моментальной силы, то есть перекупленности и перепроданности. И посмотрите просто на то, как он круто отрабатывает, когда мы выскакиваем из перепроданности. Посмотрите, вот здесь сигнал на рост. Вот здесь сигнал на рост. Тоже, кстати, серьезный рост, чтобы вы понимали. Вот здесь сигнал на рост. То есть эти значения, так же, как и выход из перекупленности сигнала нападения. Да, и здесь, и здесь. Вот, поэтому отрабатка-то на самом деле офигенная. Вот здесь, опять же, он так долго лежал в перепроданности, как не было вообще никогда. Он начал падать в перепроданности, еще когда мы росли. И посмотрите, что произошло, когда он отскочил из перепроданности. Мы увидели очень серьезный рост. Поэтому для краткосрочных спекулятивных трейдов отскок по стокастике RSI, как и отскок по RSI, очень-очень грамотная история, ребята. Очень полезный индикатор. Конечно же, также один из основных индикаторов – это мувинги, то есть скользящие средние. Есть обычные мувинги, СМАшки, есть экспоненциальные там ЕМАшки. Но вот мой любимый – это EMA Ribbon. Это такой индикатор, который… Не знаю, кстати, как ты, Дим, вообще пользуешься им, но нам его открыл всем Карл с канала The Moon еще году, мне кажется, в 2018. Ну, по крайней мере, он первый, у кого я его увидел, стал использовать. Это, короче, сетка средних скользящих. Многие спрашивают, как этот индикатор EMA Ribbon, ну, как он называется, во-первых, вот он называется вот так вот, я увеличу. EMA Ribbon, вы можете найти версию Crypt TradingView, добавляете ее, она вот по дефолту вот такая же, как здесь. Но кто спрашивает, как на Binance, например, добавить себе его или на другой бирже, ребята, лучше всего это делать на TradingView. На биржах очень урезанный функционал TradingView, то есть на биржах надо торговать, короче, а смотреть лучше графики на TradingView. Но, тем не менее, если вам очень надо, то есть лайфхак, вы можете просто собрать вручную из вот этих экспоненциальных мувингов 20-й, 25-й, 30-й, 35-й, 40-й, 45-й, 50-й, 55-й, добавить их на график, и вуаля, будет у вас такая сетка. Вот, короче говоря, EMA Ribbon. Почему мне нравится она прямо на дефолтных настройках? Потому что, смотрите, что происходит. Она очень редко разворачивается. На недельном таймфрейме она, как правило, показывает нам тренд бычий или медвежий. То есть вот тут вы можете видеть в логарифмической шкале. Да, кстати, очень важно еще понимать, ребята, что есть логарифмическая шкала, да, и есть линейная. И они абсолютно по-разному отображаются, но, скажем так, логарифмическая выглядит более, понятно, что более ровная, потому что на линейной мы всегда улетаем очень сильно высоко. И, ну, нужно сравнивать их обе и чертить. Если вы на одной чертите, то на второй это все разойдется. Это надо понимать тоже. Допустим, если вы на логарифмической нарисуете какую-то вот такую трендовую, то на линейной она будет выглядеть вот так. Но это отдельная история, ладно. Короче говоря, EMA Ribbon. Что мы можем видеть? Что на недельном таймфрейме она разворачивается буквально там раз в два года где-то. Вот она развернулась здесь в бычью сторону. То есть когда желтая линия выходит наверх, и мы видим, что она отрабатывает идеально, как поддержка, в большинстве случаев мы от нее отбиваемся, отбиваемся и идем дальше выше. Очень сильный индикатор для такого среднесрочно-долгосрочного, наверное, анализа. И также, когда мы пробиваемся под нее вниз, конечно же, она, как и многие индикаторы, заторможенная. То есть она уже вот на середине медвежьего рынка, вы можете сказать, она разворачивается в медвежью сторону, то есть желтая линия снизу. И, тем не менее, мы можем видеть, что после этого мы падаем еще в два раза. Соответственно, тут вот снова она разворачивается в бычью сторону, мы идем наверх и так далее. Вот сейчас она, что характерно, в нынешнем булране, она все еще на недельном таймфрейме бычья. То есть на последнем дампе биткоина, вот на 30 тысяч, на 29, мы немного ее прокололи, но в целом удержали как поддержку. Соответственно, стоит полагать, что рынок все еще бычий, до тех пор, пока мы не увидим вот такой ситуации. Это, конечно, будет уже, может быть, цена ниже, но это будет подтверждение того, что мы идем вниз. Вот этот индикатор я тоже очень часто использую в анализе, особенно как поддержку. Как поддержку в бычьих рынках и, соответственно, как сопротивление в медвежьих рынках. Она очень круто отрабатывает. В чем ее прикол, собственно? Единственное, знаешь, что сразу скажу, грин дорогой? Было бы логичнее еще использовать, можно попробовать, я уверен, это принесет результаты, не просто числа с периодичностью в 5, а использовать числа Фибоначчи. Они находят свое отражение и в сетках риббон, и в корзячих тоже. То есть начать, допустим, с 8. Порядок цифр Фибоначчи – это 1, 3, 5, 8 и так далее. То есть вы к текущему прибавляете прошлое. 8 плюс 5 – 13. 13 плюс 8 – 21. 21 плюс 13 – ну и так далее. И уверен, они будут… Это магические цифры. Уверен, ты сам удивишься. У меня есть товарищ, он торгует дот, только набирая именно цифры Фибоначчи, порядок Фибоначчи в скользящие. И от торгового… Это интересно. Это изменит вообще полностью сетку. Но может ты покажешь, у тебя есть какие-то… Давай, давай. Смотри, значит, есть просто скользящие. Рынок чувствует 200-дневную скользящую среднюю всегда на всех рынках. Считалось, если мы закрываемся ниже 200-дневной скользящей, это означает начало нисходящей тенденции. Выше – восходящая тенденция. Также есть, понятно, крест смерти, крест… золотой крест и прочее. Ну вот интересная штука на биткоине. Это подписчик мне один подсказал, я подумал, ой, классно, и мы ее быстренько реализовали. Это скользящая с определенной датой. То есть, что она считает? Она считает не совсем, не за 200 дней период, а от текущего дня 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. То есть, кумулятив всех этих дней, поделенное на количество дней, которые мы считаем. Как это работает? Самое главное, какой? Это дает эффект. Смотри, я могу показать прямо вот на уже готовом индикаторе. Написанном нами, называется Forever Bottom. Что мы здесь видим вот в верхней части? Лишнее выключу. Вот это скользящая, которая берет свое начало от начала бычьего рынка. И далее смотри, как она идеально оканчивается на начале нового бычьего рынка. Понимаешь, да? Здесь снова новая скользящая, которая идет, вот она подчеркивает среднюю стоимость всех покупок за весь этот период. И, пожалуйста, она пришла сюда, ее конец пришел к началу нового бычьего рынка. То есть, по ней можно... Это, извините меня, что перебиваю, это как PI Cycle Top, только наоборот. PI Cycle Bottom. А мы написали PI Cycle Bottom, это другая история. Ой, интересно. Тоже расскажи. Да, по формуле мы... Слушай, я думаю, что мы будем монтировать как криминальное чтиво, потому что ты сразу улетел. Давай, ты все расскажи, я потом нарежу. PI Cycle, мы тоже сделали его свободным. Значит, по поводу скользящих, понятно. Интересная штука, она работает следующим образом, что от начала, сейчас вам скажу, чтобы вы сами имели в виду, от начала бычьего рынка ведете скользящую, и она, уверяю вас, будет заканчиваться вот здесь. То есть, средняя будет здесь. Это будет новый ценовой диапазон для покупок. Здесь, если отсюда будете ввести, она закончится здесь. Здесь, она закончится здесь. Здесь, она закончится вот. Она сейчас вот здесь, на этом уровне. И у нас показывала линия область для покупки. Вот. Область для покупки. Вот отличная. И следующая область для покупки. Вот. 18-19 тысяч долларов. То есть, это все линия этого бычьего рынка. Это работает таким образом. Простейшая штука, простейшая разработка, но тоже можно ее использовать. Она очень полезная и иногда показывает очень хорошие. Не то, что иногда, всегда показывают очень хорошие точки входа в долгосрочной перспективе. Так вот, есть вот эта скользящая от определенного числа, которая показывает нам, где будет дно рынка. Она такая наиболее интересная. Также мне кажется, что единственная, честно говоря, наиболее интересная скользящая, это скользящая за 365 дней. То есть средняя цена за год. Тем более, что я вижу, как реагировала на нее цена биткоина, что она постоянно от нее отскакивает. Вот здесь она отскочила, пришла к 0,618. Как только пробивается, идет к 0,618. Отскочила от нее при касании 0,618. Еще раз отскочила. То есть цена явно чувствует эту годовую скользящую. Закрылась ниже, упала. То же самое. Коснулись, отскочили, закрылась ниже, упали. Ну и то же самое, в принципе, сейчас. Мы вот коснулись, прошли к уровню 0,618. Если коснемся еще раз или закроемся ниже этой скользящей, которая сейчас находится на 38 примерно тысячах долларов, то статистически можно предполагать, что это приведет к падению к 0,618 уровню. Это та скользящая, на которую я обращаю внимание тоже. Потому что все остальные, они интересные. Цена, правда, на них не реагирует. Особенно, если мы говорим скользящая за 1460 дней, за 4 года скользящая. Сейчас покажу. Это вообще всегда являлось дном рынка. То есть хотите купить выгодно, просто 1460 дней наберите скользящую. И вот, собственно, вот она идет. Это здесь дно рынка, это здесь дно рынка, это здесь дно рынка. И, соответственно, ниже нее мы падали, но совсем ненадолго и совсем на чуть-чуть. Соответственно, когда мы придем сюда, в данном случае это 15 тысяч долларов. Ну, максимум вот здесь, это всегда будет дно рынка. Понятное дело, что ты сейчас в это не веришь, и многие не верят. И суть не в том, что верите, не верите. Но просто через 2-3 года, когда кто как считает, наступит медвежий рынок, через год не имеет значения. А вот вы можете смело пользоваться этой скользящей, потому что аналогично, если мы говорим про цикличность биткоина, цикличность 4 года. Вот за 4 года скользящая. И скользящая за 200 дней, как оценка рынка, бычьего наряда медвежья. И, кстати, мы сейчас находимся, ну, это понятно, что это очень изменчивая история. За 200 дней мы сейчас находимся ниже этой скользящей средней. То есть чисто технически биткоин сейчас находится в даунтренде. Ну, понятное дело, что он находится, он может вырываться, закрываться выше и так далее. Здесь мы не закрывались ниже в 2013 году этой скользящей средней. Она очень важная, считается. Ну, то есть люди ее воспринимают. И любимая скользящая Беджамина Коуна – это скользящая 128, по-моему. Не подскажешь мне? Я не помню, Грин, ты точно знаешь. Вот я точно цифры не помню. 128 дней, по-моему. Bull Market Support Band. Да, вот она, Bull Market Support Band. Поддержка бычьего рынка, на которую всегда биткоин опирается во время своих бычьих рынков и закрывается ниже, как бы считается, что это на часа медвежья. Здесь мы тестируем эту линию сейчас. И опять же, если вы хотите купить биткоин выгодно, просто набираете тысячная СМА, красную линию уберем. Вот она, тысячная СМА. Все, это все зона накопления крупного игрока. Зона накопления крупного игрока. Зона накопления крупного игрока. Теперь, конечно, самая большая задача – не забыть об этом через полгода или через год. Этой классной идеей, где можно купить биткоин. И не забояться покупать здесь, когда он сюда придет. А он же однозначно сюда придет. Ну, то есть, не обязательно сюда. И кто верит в рост, ну, допустим, сюда она придет. Ну, да, она будет подтягиваться за ценой. Да, она будет подтягиваться. Поэтому главное не забыть и воспринять эту информацию. Это простейшие штуки, которые вас уберегут от потери депозита. Так просто подходить к анализу рынка и покупать, когда мы ниже тысячной скользящей средней. Вот, Гриночка, да, я про скользящий сказал. Давай ты. Круто. Так, продолжаем. Вот, еще один индикатор, который отлично предсказывал вершины бычьих рынков, это PI Cycle Top. Он, конечно же, да, он написан. Там какая-то хитрая формула. Ты мне поможешь? Да, я расскажу сейчас. 350 умножить на 2 и 111 чистое. Ну, в общем, грубо говоря, эти две линии, не вдаваясь в подробности, когда они пересекаются на непродолжительное время, то мы видим вершину цикла. Этот индикатор был написан, насколько я понимаю, после вот уже вот этой вершины цикла, из расчета вот этих всех, которые были до этого. И все сомневались тоже, скептически были настроены, что он предскажет точно вершину. Но, как мы видим, вот он предсказал. Здесь тоже все отказывались верить, говорили, ну, на этот раз он ошибся. Тем не менее, мы упали вдвое, даже чуть больше после этого. Соответственно, да. Но, тем не менее, он также предсказывал вот здесь вершину цикла. То есть это была, скажем так, локальная вершина, после которой мы отросли еще на 1000% без малого. Поэтому сейчас, конечно, все спекулируют, что это также такой у нас верблюжий двугорбый рынок. И у нас будет еще одна некая вершина. Ну, те, кто верят в бычий сценарий. Короче говоря, а что ты можешь сказать про этот индикатор? Расскажи нам. P-cycle, в чем суть индикатора вообще в целом? Это две скользящие. Одна скользящая – это 350 дней, умноженная на 2. Вторая скользящая – 111 дней. Прикол в том, что если эти скользящие 350 и 9 на 111, получается 3,14, то есть число π. И вот, как бы всегда, исторически этот индикатор показывал на вершины рынка. Но как найти дно рынка – вот самый главный вопрос. Теперь уже, когда мы вершину вроде как относительно, по крайней мере, знаем, может быть, даже промежуточно. И посчитали, посмотрели, мы с ребятами нашли вот такую формулу. 371, СМА, плюс такая же СМА, деленная на число π. И все вторая скользящая, то есть число π. И эти две скользящие всегда нам указывают на дно рынка глобальное. Вот этот индикатор свободен, он есть в закрепленном сообщении в Теграм-канале. Проблема в том, что это, конечно, простейший индикатор. То есть, ну, почему мы должны верить не рыночным каким-то ситуациям, не рыночным законам, а просто двум скользящим средним, которые, ну, пусть даже красиво, когда одна делится на другую, дают число π. Красиво? Красиво. Ну, почему мы должны в это верить, я не знаю. Поэтому лично я, когда P-Cycle показывал здесь стоп, ну, конечно же, совсем не верил. Потому что, ну, слушайте, есть сложные разработки, тысячи строк-кодек, которые мы используем, а тут вот, пожалуйста, вершина рынка от двух скользящих средних. Ни я не верил, никто не верил, но вот такие приколы иногда срабатывают. Иногда самый простейший способ дает вам возможность, на самом деле, и показывает, где можно купить и зайти по самой дешевой или выйти по самой дорогой цене. В любом случае, как я и сказал, индикаторы эти бесплатные, можно добавлять себе как один из инструментов, за которым можно наблюдать. Не всеми силами в него верить и положиться на 100%, а просто наблюдать, смотреть, как будет отрабатывать дальше. Или, по крайней мере, когда вы увидите сигнал на покупку, например, по этому P-Cycle, ну, какую-то часть приобрести активов, учитывая, что до этого они отрабатывали хорошо. Но тоже, что нужно понимать, выборка здесь всего вот, тут 4. Это хоть какая-то выборка. Тут 2. Это совсем никакая выборка. То есть это ни о чем, в статистике это могут быть выбросы, что называется. В статистике выбросами называется то, что выходит из правильного порядка дел. Там, допустим, если все люди ростом по полтора метра, и вдруг появляется один человек ростом 2 метра. Это выброс. Ну да, да. Как говорит Бенджамин Коэн... Все модели неверны, но некоторые из них полезны, точно. Совершенно верно, я с тобой согласен. Так, смотрим, что тут дальше еще у меня есть из того, что я использую. Ну, также вот, что я использую для супер долгосрочного макро-тренд анализа биткоина, и именно биткоина, конечно, в первую очередь, это индикаторы... Сейчас давай их пока вырубимся. Bitcoin Logarithmic Growth Curves, то есть логарифмические кривые биткоина, они, как я понимаю, написаны чисто под биткоин, то есть если ты попробуешь на них открыть график любой другой монеты, то они покажут тебе совершенно другую историю. Ну, короче, вот они. То есть они написаны исключительно под историю биткоина, правильно я понимаю? Они не просто написаны под историю биткоина, они четко вбитые цифры. В этом минус всех логарифмических каналов. То есть представь, что я тебе говорю, что у нас прям первая вершина будет 1000 долларов, вторая вершина – 10 тысяч долларов, и до этого вершина была 100 долларов. И по этим хаям чертится логарифмический канал. Все. То есть это прямо четко вбитые числа. Это не живая эргономика, не живой материал, который может двигаться и реагировать как-то на цену биткоина. Поэтому, к сожалению, все логарифмические каналы рано или поздно ломаются. На них можно опираться. Так, подожди, дай я слово про них скажу, и ты бери дальше уже. Давай, давай, давай. Грубо говоря, что мы видим из этого индикатора? То есть банально вот у нас тут есть нижние границы канала и верхние границы канала. Соответственно, вы можете сами видеть, что когда мы топчемся на нижних значениях, это лучшее место для аккумуляции позиций, как было вот здесь, как было вот здесь и как было вот здесь. Где мы, кстати, единожды вывалились на коронадампе достаточно сильно вывалились, но потом также быстро отскочили наверх. Соответственно, здесь вы можете аккумулировать, и также вы можете видеть, что вершины циклов у нас приходятся, ну, до сих пор приходились на верхнюю границе этого канала. И исходя из этого, да, вот это у нас была не вершина, как вы можете видеть. И сейчас, получается, по логике у нас тоже еще не вершина. Соответственно, мы можем видеть, чем дольше мы будем идти, тем выше мы можем подняться. То есть если мы прямо сейчас улетим наверх, это будет там 140 тысяч долларов, даже меньше, да, 120-130. Если мы будем дольше подниматься, то мы можем и до 170, и до 200, скажем, подниматься. Чем дольше, тем лучше, на самом деле. Вот, то есть это такой глобальный, я бы даже не назвал это индикатором, это скорее просто коридор хода цены, именно биткоина в логарифме. То есть если вырубить логарифмы, то это выглядит вот так. Но, в принципе, выглядит достаточно по-туземунски. Вот, мне так даже больше нравится. Но в логарифме, да, это выглядит вот так. И вы можете видеть, что сейчас мы тремся где-то даже ниже, чем средняя область этого канала, то есть очень даже хорошо. Опять же, по модели Stock to Flow и по графику Coin Rainbow Chart. Это же по сути то же самое, только здесь еще расписано, где нужно покупать, где продавать. Вот, мы можем видеть, что по этой радуге мы сейчас находимся в желтой зоне HODL. Желтая зона HODL – это вот примерно 48 тысяч долларов. Дальше у нас оранжевая зона – это Is it a Bubble, то есть пузырь лет – это 69 тысяч долларов примерно. И дальше наверх уже FOMO – 90 тысяч долларов, продавайте – 130 тысяч долларов. И максимальная территория пузыря – там 180-200 тысяч долларов. Это, опять же, дисклеймер, не финансовый совет. Это просто технический момент, то есть если все будет продолжаться так же, как мы ходили в предыдущих циклах. Так что здесь достаточно точно можно видеть, что вот распродажи – это у нас вот эта голубая зона, да, нижняя граница канала. Зеленая зона – это аккумуляция, здесь все еще дешево. И вот сейчас мы в территории HODL, то есть, грубо говоря, исходя из этой метрики, нужно держать и продавать на каких-то более высоких значениях. Вот, из этих же макроиндикаторов у нас тут есть с вами BeamBenz. BeamBenz очень прикольный, на самом деле, индикатор. Он показывает тоже коридор хода цены, как я это понимаю, и не только на биткоине, но и на других монетах вы можете его смотреть. Он тоже достаточно интересно себя показывает. Вот, допустим, я даже не знаю, что можем, ну, эфир, допустим, можем открыть. Или Dash, если мы, кстати, откроем Dash, то тут очень интересная ситуация. Вы можете видеть, что Dash сейчас находится ниже, чем нижняя граница этого канала. Особенно Dash к биткоину, если вы глянете. Почему я, собственно, так агрессивно настроен по быче насчет Dash? Потому что он находится очень сильно ниже своей вот нижней границы этого канала. То есть среднее значение цены за все время показывает нам, что нам до нижней границы, скажем так, дешевой цены, вот, 400%. То есть, да, то есть получается 5x отсюда, где мы сейчас, вот, что мне нравится. Что ты, кстати, можешь сказать по поводу BeamBenz, Дим, ты вообще используешь его, знаешь? С удовольствием, с удовольствием скажу. Значит, смотри, BeamBenz – это скользящая средняя за 1460 дней, умноженная на 12. То есть нижняя линия – это 1460 дней, скользящая средняя. А верхняя линия – это нижняя, умноженная на 12. Да, что тут сказать? Ну, это не индикатор, опять же, который какой-то супердинамический. Это построено на скользящих. Он, по идее, что называется, лагин-индикатор, позапаздывающий. И будет ли он отрабатывать далее? Ну, нет никакой гарантии. Он не подстраивается под реальные структуры рынка, под реальные работы рынка, что реально происходит. А он просто, ну, как бы высчитывает нижнее, среднее, точнее, среднее значение за 4 года, умноженное на 12. Все, что я могу сказать, ничего. Слушай, ну, это интересная инфа. Честно говоря, я даже сам не знал, как он работает. То есть верхняя гарантия – это просто по сути… Он простейший. В нем три строки кода. В нем нет ничего фундаментального, ничего, считывающего информацию с блокчейна, ничего о покупателях и продавцах, ничего о транзакциях, ничего ни о чем. Просто средняя цена. Ну, как мы хотя говорили до этого, P-cycle тоже – это просто две скользящие средние. Правильно? Поэтому это просто средняя цена, умноженная на 12. Ну, у меня есть еще интересное наблюдение, оно очень бычье, тебе понравится. По поводу логарифмик лог-канала. Вот этот же логарифмический канал, в котором я, собственно, сделал по аналогии с тем сайтом, который ты показывал. Ну, не по аналогии, а мне пришла идея. Я сделал вот такие вот штуки, где продавать, где не продавать. Это все уровни Fibonacci внутри логарифмического канала. Мы видим, что эти уровни Fibonacci работают. То есть индикатор, точнее, этот канал реально пока существующий. Он реально существует. Проблема в том, что любой канал сломается. Этот канал не будет существовать, биткоин не будет ходить в нем. Ну, хотя бы потому, что вы увидите, что когда-то канал этот закончится. Но и как бы канал не чертили, вот потому что здесь, например, канал чертили вот так, понимаешь, там, ну, криво начертил, ну, вот таким образом. То есть все каналы сломаются, к сожалению. Но ориентироваться на них, конечно же, можно. Но обычная штука, которую я хочу сказать, это то, что, смотрите, здесь мы пришли уровню 23. Вот это от всего логарифмического канала уровень 23. И здесь это уровень 23. Здесь мы 10% не добили до уровня 7,6,8. Здесь мы 10% вот здесь не добили до уровня 7,6,8. То есть четкое вообще то же самое повторение. Здесь мы к этому, к этой штуке пришли. То есть пока это точная копия. И это меня больше всего, честно говоря, и напрягает. Если бы это была не точная копия, я бы верил дальше в бычий рынок. Но это точная копия. Я по ФИБе показывал, насколько точная копия. Да-да, я видел твой этот видос, кстати. Точная прям копия, понимаешь? Ну, для тех, кто верит в бычий рынок и приготовился к нему, и готов, и понимает, что он сделает, как поступит, если вдруг эта ошибка и не бычернуть не наступит, как он поступит в этом случае. Вот эта вот штука, конечно, указывает также дополнительно на то, что просто структура рынка идеально ложатся, и рынок повторяет сам себя просто почти точь-в-точь. Вот такие дела. Можно использовать, можно логарифмический канал просто использовать, за ним наблюдать, понимать, где продашь, где купишь, если что. Но, говорю, тоже не стопроцентная гарантия, потому что это, вот сейчас покажу код этого индикатора, чтобы вы понимали, вот, это просто цифры. То есть я здесь напишу другое число, и он будет совершенно другой, этот логарифмический канал. То есть ты вручную пишешь, вот тут была вершина рынка, тут был низ рынка, тут была вершина рынка, тут был низ рынка. Все. И он по этим хаям, там, по лаям, черт. Ну, такое не может долго отрабатывать. даже теоретически. Вот, приня. Так, ну, тогда скажи уже словечко насчет своих индикаторов, которые, ты говоришь, есть в открытом доступе, как их можно приобрести? Их приобретать не надо, их можно бесплатно взять, это моя дань сообществу, поскольку так вот, если анализировать и понимать все мои заработанные деньги, а я неплохо заработал на криптовалютном рынке, это забранные деньги у кого-то, я их у кого-то забрал. Понятное дело, что честным трудом, умом, там, я много над этим работаю, но в любом случае есть у меня некое желание поделиться сообществом и, как бы, такую дань отдать своих знаний, поэтому в Телеграм-канале, в закрепленном сообщении есть 26 бесплатных индикаторов, они все в основном инвесторские, хотя есть и для трейдеров, они все очень полезные, ну, я даже не знаю, очень много всего показать, ну, например, вот этот индикатор, это я перенес с Глазнода Сопр. О, прекрасно. Ну, немножко он другой, то есть, ну, они все, каждый программист подходит по-своему, по-своему свои там ставят какие-то опции, длительность этого индикатора и прочее, но вот простейший способ, когда покупать, смотрите, вы видите, как он работает. Есть на блокчейн входящие транзакции, вот он, кошелек, это называется входы, непотраченные входы, UTXO. Дальше, допустим, здесь цена была, там, 5 долларов, когда эти входы пришли. Когда эти выходят деньги, цена 7 долларов, например. Понятно, что это может быть просто транзакция от, там, от Вани к Сереже, но, как правило, мы воспринимаем все транзакции как желание продать, или, как проданный или купленный актив. То есть, раз тут он купил по 5, продал по 7, значит, где-то вот здесь он будет находиться, он продал в плюс. Если он продал по 2, значит, он был в жуткой панике, этот человек, и продал гораздо дешевле, чем купил, соответственно, где-то вот здесь будет находиться его продажа. То есть, можно вычислять, когда панические настроения у толпы. Соответственно, красное, люди продают в убыток. Красное, люди продают в убыток. Это всегда выгодная точка входа. Люди продают в убыток, смотрите. Люди продают в убыток. Сильно низкое красное, люди продают в сильный убыток. То есть они в панике находятся сумасшедшие. И вот эти паники всегда нужно отпупать, как Баффет говорил, да? Нужно покупать, когда течет кровь. А еще лучше. Есть такой индикатор, тоже свободный. Все, что я говорю, сейчас ничего не продается. Все свободно, бесплатно, доступно. Пользуйтесь. Я надеюсь, пользу это принесет. Ссылочку на твой экран. Мы дадим прямо на экран сейчас. На экран дадим твою ссылочку. Спасибо огромное. Доллар кост эверджинг. Есть такая стратегия, когда ты покупаешь там каждый день, допустим, по 100 долларов. Кстати, извини, как бы ты на русский язык перевел DCA? Я все время говорю, очень сложно типа плавно как это сказать? Ну, типа постепенно вкидывать или усредняться. Как это проще сказать по-русски DCA? Грин, я не знаю. Рубль кост эверджинг. Рубль кост эверджинг. Ну, даже не знаю. Усредненная покупка. Ну, в общем, я здесь что здесь ввел. Вот вы можете открыть тоже индикатор. Допустим, вы хотите по 100 долларов. Вот вы не знаете, когда купить, когда продать. Вы новичок. Вы пишете по 100 долларов. Я хочу покупать, когда закрылись ниже СМА, ниже тысячной СМА. Все. С 18 года вы бы, если бы каждый раз покупали на 100 долларов, когда мы закрылись ниже СМА за тысячу дней, у вас была бы прибыль 886%. То есть вы бы потратили 17200, у вас было бы сейчас 170 тысяч долларов или 4 битка с копейками и 886%. Также здесь можно ввести, например, вы хотите только когда СОПР, это вот тот индикатор, который я вам сейчас показывал, ниже 0015. То есть люди находятся в очень большой панике. Вы покупаете каждый раз в этот момент на то же, на там 100 долларов или на тысячу долларов. То же самое. Вот вы 86% потратили 96 тысяч долларов, заработали там 23... Ой, у вас 946 тысяч долларов. То есть вот так это работает. Можно еще открыть здесь окно данных, по-моему, называется. Штука до окна данных. И вот введя мышкой, вы видите справа, вот здесь, как меняется ваш депозит, сколько процентов вы заработали, сколько потрачено, сколько куплено, ну и так далее. То есть такая простейшая штука, ну просто грех не воспользоваться, тем более, что это бесплатно. Очень круто. Вот что я думаю. Я думаю, да, я даже сам себе добавлю парочку из них точно. Как практика показала, очень выгодная, очень выгодная штука, очень выгодный, можно совершать покупку. Еще из бесплатного, например, например, так много всего. А, вот RSI хотел показать. Мы про него вначале говорили. Это вообще, конечно, бесплатный индикатор. Это вообще стандартный индикатор. Но он очень полезен, он мне очень нравится. Смотри, какую закономерность я здесь нашел. Каждый раз, когда мы приходили к уровню 40, 42, это всегда было фейк ралли, фейк ралли, фейк ралли, фейк ралли. Потом приходили к уровню 37. Это всегда было местом, где покупают крупные деньги. Да, я смотрел твой обзор, меня это очень настораживает. То есть по этому анализу мы должны спуститься ниже 20 тысяч. К сожалению, да. Тебя не смущает, что мы никогда в предыдущих циклах не опускались ниже предыдущего all-time high? Ты знаешь, вообще меня это не смущает. Никогда актив не может двигаться вот так. Он в любом случае постепенно будет затормаживать свое развитие. Постепенно он будет двигаться, и хаи будут становиться все ниже, и, соответственно, динамика рынка будет уменьшаться. Ну да, уменьшающийся возврат. Удлиняющийся цикл, уменьшающийся возврат. Да, верно, Грин. Вот это совпадение о том, что мы никогда не тестировали предыдущие хаи, ну, а вот здесь, смотри. Ну вот, мы протестировали ровно предыдущие хаи вот здесь. Средние хаи, но все-таки. В общем, меня это нисколько не настораживает. Это лишь... Это нахожу я лишь совпадением, потому что в этом нет никакой логики, и это точно произойдет. Ну, точно произойдет. Как я уверен, что логарифмические каналы не могут работать, потому что нет ни одного логарифмического канала, который можно положить на долгий рынок S&P 500. Так я уверен, что рано или поздно мы будем тестировать хаи и ниже них уходить. И это даже классно, потому что если мы уйдем ниже хая, я ожидаю 17 тысяч долларов. Не бейте меня палками, друзья, не обзывайте. У каждого свое мнение. У меня такое мнение. Представляешь, какая здесь будет паника? Представляешь, как люди будут продавать? Мы никогда не уходили. Это везде будет форситься, что мы никогда не уходили ниже хаев. Это отличная ликвидность. Здесь будут люди продавать на панике. Это раз. Здесь будет огромное количество маржинальных ликвидаций. Что такое маржинальные ликвидации лонговые? Это продажи по рынку. То есть, когда никто не хочет продавать, как крупному игроку собрать позицию. Очень просто. Ликвидировать. Да. Что такое маржинальные ликвидации, у нас многие зрители знают не понаслышке, так что можно. Я тоже, к сожалению, знаю. Тоже сталкивался. Все, все с этим рассказывал. Да, этом ничего страшного нет. И самые крупные волки с Уолл-Стрит теряют деньги. Тут только дальше рынок делится, люди делятся на две категории. Одни сдаются и говорят, что рынок мошеннический, все это хрень. А другие говорят нетушки. Учатся, учатся, учатся. Учатся. Волновой анализ, учат индикаторы и прочее, прочее. Но каждый свой подход ищет. И в конце концов забирают рынка еще больше, чем они потеряли. Да. Только я тебе скажу, вторая категория делится тоже на две подкатегории. Кто-то все-таки учатся и забирают, как ты говоришь, а кто-то продолжает наступать на одни и те же грабли и, собственно, у тех-то другие и забирают. То есть, по-любому... Ну да, когда-то научится же человек. Два-три раза потеряет, потом все равно научится. Хочется надеяться. Ну да, вот у тебя я вижу All-In, где написано, там, собственно, 100% надо заходить. Да? Это тоже индикатор RSI. Другая его закономерность, которую мне подписчик один прислал, обнаружил. Мне стало интересно. Я начал разбирать. И вот, что он тоже нашел. Смотри. Вот такая схожесть, что просто вот... Это канал, в котором двигается биткоин вот в этом RSI. Что мы видим? Да, я это тоже в твоем видосе смотрел. Ну говори, потому что многие, может быть, не видели. Смотри. Вот я вот этой линией сейчас буду двигать. Вот мы пришли сюда. Вот она. Перед началом всего движения Бычева. То же самое место здесь. Тот же, вообще, то же самое место. Двигаем выше. Первый хай. То же самое. Здесь и четко на этой линии. Мы не меняем градус ничего. Четко на этой линии первый же хай. Далее. Мы двигаем ниже. Вот сюда. Ровно сюда пришла коррекция среднесрочная. Ровно сюда. Реаккумуляция. Меня это аж бесит. Да, ну реаккумуляция. Реаккумуляция, ребята. Бычий сигнал. Реаккумуляция. Да. И второй хай, который выше в цене, но он ниже в RSI. Правильно я тебя понимаю? Да, и совершенно верно, ты все понимаешь. Это дивергенция. Да, да, да. И, соответственно, здесь у нас all-in, здесь продажа, реаккумуляция, продажа, и all-in снова будет где-то ниже уровня, получается, уже 37 по RSI. Ну, вот, исходя из этих закономенностей, которые мы обнаружили. Очень интересно это выглядит, но я в это не верю. Ну, тем не менее. На самом деле, я верю. Я тоже нахожусь в такой достаточно сложной ситуации. Обычно я знаю, как поступать, но в данном случае я, у меня очень много классных вещей, которые говорят о падении, и, ну, очень хороших вещей. И очень много хороших вещей, которые говорят о том, что мы продолжим расти. Поэтому я поступаю просто. Я заработал много на этом рынке. Я говорю, окей, раз ничего не понятно, я буду держать биткоин. Я держу биткоин, пока у меня моя глобальная цель около 160-180 тысяч долларов. Там я буду продавать биткоин, но при этом, если у меня очень много кэша. Так получилось, что я продавал на разных этапах, я входил в маржинальные сделки, тоже рассказывал об этом в канале. В моем случае 50% маржинальная сделка. Если я всем депо зашел, это все. Это у меня там жизнь обеспечена на много лет вперед. И я все это вывожу в кэш, всю прибыль. То есть, соответственно, у меня есть битки, которые я продам при 160, и у меня есть деньги, которые я буду вкладывать, а, при 34 тысячах долларов, я не знаю точно, или 34, или 26, или 17. Одна из этих точек, по-моему, будет точкой разворота. Какая будет точно, я знать не могу, узнаю по индикаторам дополнительно. Или, если я ошибся, никаких не будет точек разворота, а мы идем вверх, как это показывала ФИБА, как это показывает, например, вот RSI. Отлично, я все равно заработаю. Кто-то подумает, что Дима хитрый и будет прав. Дима хитрый. Дима так располагает свои финансы, чтобы в любом случае не рассчитывать на то, что он будет прав на 100%, а всегда зарабатывать деньги. Это очень правильно. Это очень правильно, ребята. Обязательно нужно иметь половину в кэше, чтобы откупить просадку и половину держать в крипте. Ну, условно говоря, половину. Какую-то часть, чтобы прокатиться на крипте. Потому что, как правило, бывает, когда заходишь all-in, в 90% случаев рынок хотя бы в моменте начинает идти против тебя, и ты начинаешь паниковать, продавать дешевле, покупать дороже, и, собственно, так вот денежки и зарабатываются, что ребята их несут сами и отдают. Слушай, очень-очень круто. Ну, давай, да, если у тебя есть, что дальше, рассказывай, я потом подытожу со своими простецкими штуками. Да что, ну вот, что, где купить биткоин, всем будет интересно. На мой взгляд, если у вас есть много денег, я бы, я не могу давать советы, это ваше дело, но я бы не покупал сейчас, даже если знаем, что биток вырастет там 160 тысячам долларов. Потому что покупать сейчас – это рассчитывать на то, что вам повезет. Есть шанс, что вам не повезет, и ваше сбережение, ваши кровные деньги вы потеряете, потому что может быть такое, что, на самом деле, начался краткосрочный медвежий рынок. Краткосрочный – это значит не медвежий рынок на, там, два года, а вот такой же 19-й год. Мы экспоненциально выросли, сильно скорректировались, экспоненциально выросли, сильно скорректировались и пошли вверх. То есть, может быть такое, может, но вот здесь вы продадите, потому что это ваши деньги, которые вы так долго копили, собирали и будете переживать, что они сейчас сгорят. Поэтому я рекомендую поступать очень просто. Берете фибу, тянете ее от лоя до хая, покупаете на 38-м, 414-м уровне. От лоя до хая. Здесь мы чуть-чуть не добили, но по другим индикаторам мы бы поняли, что здесь нужно покупать. От лоя до хая купили. От лоя до хая в данном случае это 21 тысяча долларов и 19 тысяч долларов. Может быть такое, что мы уйдем ниже чуть-чуть, ничего страшного. В любом случае, здесь, если вы купите, вы будете чувствовать себя отлично. Вы будете чувствовать, что вы сделали то, что надо. О, кстати, PPR, что увидел на месячном графике. Посмотрите, какая у нас 6-месячная свеча. Кто знает технический анализ, тот вообще мало что радостно об этом найдет. Огромный, на полугодовой свече огромный длиннющий хвост. Причем дело не в том, что просто длиннющий хвост, а дело в том, что какой процент этот хвост занимает от тела. И в данном случае мы протестировали уровень 0,5 этого хвоста. 38 даже. 38 протестировали. Как это работает? Кто знаком со стратегиями на Фибе, тоже я рассказывал в роликах, мы закрылись ниже 6,18. Все эти покупки мы должны были отдать или на 0,5, или на 38 уровень. Все это произошло, 23 не дошли. Все, как бы этот свеча отработано. Рост по ней дальше невозможно. Если рост дальше продолжится, то это уже не из-за нее, а из-за того, что бычий рынок. В общем, такие дела. Будьте аккуратны. Применяйте хорошие инструменты, применяйте индикаторы. Много мошенников в этой сфере, огромное количество мошенников в сфере индикаторов. Но если индикатор написан верно, если вы можете посмотреть его историю, то это отличная польза. Ну вот как можно здесь не посмотреть, какая это польза? Смотрите, вот топ, топ, ботом, ботом. Просто покупай ниже черной линии, это дно. Продавая по синей, это будет всегда выгодная продажа. В общем, Гринь, передай мне слово. Да, слушай, супер. Вообще, конечно, это сейчас просто мозг немножко мне взорвал. Но давай сейчас попробуем приземлиться. Я не знаю, как я буду это монтировать, но что-нибудь получится прикольное, я думаю, через перебивки. Я хотел про сток-тофлоу поговорить, ты тоже, может быть, что-то мне расскажешь. Вот, также на этом логарифмическом масштабе я использую индикатор сток-тофлоу, который показывает нам, как это правильно сказать, предсказание. Запас к потоку. Ну да, это запас к потоку, это модель сток-тофлоу, которая представила Plan B, вы можете тоже ее погуглить, почитать. У нас есть, кстати, перевод их коллаборации с Бенджамином Коуменом двухчасовой на канале, на нашем втором канале CC20 и на Russian Crypto Family. Добавлю ее сверху, можете посмотреть, очень интересно. Ну, грубо говоря, это модель, которая предсказывает около десятикратное увеличение цены каждый четырехгодичный цикл, исходя из соотношения запаса к потоку. То есть, да, каждые четыре года у нас по биткоину халвинг, и, соответственно, случается дефицит, и высокий спрос, монет становится все меньше новых добыта, и спрос увеличивается, поэтому мы растем. И сейчас, что, кстати, интересная тема, вот мы сейчас смотрим на глазноут, на этот график. Также вот он есть здесь в виде вот такой белой линии, то есть он предсказывает, как вы можете видеть, такой многократный рост каждый раз, и мы не сразу, но постепенно эту линию догоняем. То есть сначала эта линия выстреливает, потом цена ее догоняет на этом уровне, потом ее перегоняет, и потом в медвежьем рынке возвращается снова к ней под нее, и потом снова происходит то же самое. Выстреливает белая линия, цена ее догоняет, перегоняет, потом опять возвращается к ней, падает под нее, снова реаккумуляция. И вот сейчас в очередной раз эта линия выстрелила, цена ее догнала, но еще пока не перегнала. То есть, если опять же следовать логике этих циклов, не брать во внимание всяких черных лебедей, как вот здесь, то, по идее, мы должны еще ее перегнать, соответственно, быть где-то выше, потом в медвежьем рынке опуститься ниже. Поэтому тоже, на самом деле, интересный такой индикатор в долгосроке, который заставляет задуматься. И также на GlassNote есть еще Stock-to-Flow Deflection. Это модель, показывающая отдаление от предсказуемой цены. То есть, что здесь интересно, что мы сейчас находимся на уровнях самых отдаленных от предсказываемой цены. То есть, грубо говоря, вот это ноль, это когда мы следуем точно по предсказанной цене. План B говорит нам, что в октябре месяце, я не помню, что-то в районе 70 тысяч долларов за биток он ждет. Там и в ноябре, и в декабре уже выше сотки. Поэтому сейчас мы находимся здесь по вот этой метрике примерно там же, где мы находились на... Ну, сами посмотрите. Далеко до пика еще. То есть, грубо говоря, вообще в медвежьей территории мы находимся. Ну, как мы можем видеть также, что каждый пик по этой метрике, он все ниже и ниже. То есть, у нас уменьшающиеся возвраты. То есть, можем предположить, что если мы пойдем еще выше куда-то на 100 или на 200 тысяч, то и пик следующий будет уже где-то в районе нуля или, может быть, даже чуть ниже. Что ты думаешь насчет этой метрики, дружище? Грини, даже можно экран не включать. Я так, на твоем экране расскажу, что я думаю. Сток-тофлоу был осознан в 2019 году, то есть, он не проверен временем ни в коем случае. Она своего рода тоже занимается подгонкой, и сам план B занимается подгонкой, меняет длину волны этой сток-тофлоу. Там 480 сейчас, по-моему, у него. До этого была другая. То есть, он, на мой взгляд, он псевдоученый. Модель эта, к сожалению, не работающая. И, на мой взгляд, в этом или в следующем году эту модель мы сломаем. Ну, это не страшно, потому что план B придумывает новую модель, которая будет говорить, что вот теперь новый сток-тофлоу, как это было год там или полтора года назад. И она просто очень распиарена. Но, к сожалению, запас к потоку в данном случае, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к рынку, к взаимодействию рынка, вообще к циклам. Ни к чему. Ну, если смотреть сток-тофлоу, то через 10 лет мы должны стоить миллиард. В общем, это не работающая система. Она не жизнеспособна. Она только добавляет хопиума. И, к сожалению, многие будут ее ненавидеть, как мне кажется, спустя год. Когда она сломается, будет такое. Могу я ошибаться? Я могу ошибаться. Я говорю свое субъективное мнение. Ну, все мы можем ошибаться. Ну, она, да. Она, грубо говоря, предсказывает нам следующее плато через 4 года в районе миллиона долларов за биток. Ну, вот видишь, соответственно, сам биток выше миллиона долларов. Такое возможно. Такое возможно. Я, если честно, даже в это верю. Может, я сумасшедший. Я в это верю. Но, естественно, все не будет так идеально. И будут выносы в обе сторон. Поэтому, да. Сток-тофлоу пробовали на золоте. Она, сама идея пошла оттуда. И там она также не работает. Там она также была нежизнеспособна. Теперь ее пробуют в битку. Тут также она, запас к потоку. Ну, какой... Как на это может влиять на стоимость? Если ты просто делишь 18 миллионов биткоинов на количество биткоинов, поступающих, ну, поток, как ты можешь знать, сколько он будет стоить? Стоимость, стоимость актива определяет не его редкость, а его... Редкость его... Это лишь дополнительный бонус. Но его стоимость определяет рынок. А на это влияют много разных факторов. Если я сейчас создам монету на RC20 за 10 минут, сделаю там три монеты, это не значит, что эта монета будет стоить... И каждый год будет майниться всего по 0,01 монете. Это не значит, что эта монета будет стоить космос. Правильно? Она рынку совсем не нужна. Поэтому тут определяет все, к сожалению, другое. Слишком... Это не так просто. Биткоин не так прост, чтобы его можно было определить такой простой формулой. На мой взгляд. Окей, окей. Разумное мнение твое в копилочку мнений. В общем, поехали дальше. Я сейчас расскажу еще, что у меня есть. И потом теперь... Супер Гупи. Супер Гупи. Знаешь такой индикатор? Нет. О, да ты что? Это очень прикольный индикатор. Сейчас я попробую на птичьем языке объяснить, как он работает. Ну, как я сам понял, это, по сути, такая же сетка средних скользящих, только здесь их две. Если в EMA Ribbon у нас с вами одна сетка скользящих, которая сама по себе разворачивается вниз и вверх, то в Супер Гупи вы можете видеть здесь две сетки. Одна вот здесь вот сверху, она как бы голубая, когда мы в аптренде, да? А вторая снизу зеленая. Подтверждаешь сейчас, что мы в аптренде. Но когда одна из сеток пересекает другую, то есть это получается... Снизу у нас сетка с более долгими скользящими. И когда вот эта верхняя сетка с более подвижными скользящими пересекает нижнюю, то мы видим сначала серые, и потом мы видим красные. Это мега запаздывающий индикатор, то есть вот эта красная уже находится у нас в конце медвежьего рынка, то есть, по сути, это сигнал на покупку. Но на самом деле так и есть. Когда мы видим выход из красного, вы можете сами посмотреть, ну или вот здесь раньше это на этом бычьем рынке было еще понятнее. Когда мы видим выход из красной зоны через серую, то есть она нам не сразу дает сигнал, она нам показывает серые, и когда уже эта сетка одна пересекает другую, вот здесь мы находимся в очень-очень стабильном уже аптренде. Но опять же, это работает только на суперциклах, на вот таких вот долгих бычьих и медвежьих рынках. На самом деле очень прикольный индикатор, так в долгосроке, особенно по альткоинам, смотреть действительно в аптренде мы или нет, чтобы себя не обманывать. И сейчас пока мы еще в аптренде, но как вы уже поняли, опять же, она покажет, что мы в даунтренде только когда мы пойдем сильно ниже. Будь то от текущих значений или даже после там мега-булрана куда-нибудь там на 100 на 200к, но в любом случае эта сетка будет вести себя очень неторопливо, запоздалым образом. Но также ее можно, кстати, смотреть и на каких-то быстрых таймфреймов, там на четырехчасовике, мы наверняка в даунтренде здесь, да. Вот, кстати говоря, на четырехчасовике можно за ней посматривать, потому что когда мы действительно пойдем в аптренд, как было вот здесь, вот мы можем видеть после 30 тысяч, мы достаточно быстро развернулись и посмотрите, сетка позеленела, мы пошли хорошо наверх. Потом здесь также мы развернулись, сетка одна другую пересекла, мы пошли вниз. Так что на самом деле достаточно удобный индикатор для определения тренда. Также сейчас я еще парочку буквально покажу, потому что они у меня уже заканчиваются. Что еще? Что еще? Вот, Туцци еще мне понравился. Знаешь, такой индикатор? Туцци? Группу знаю. Да, да, да. Я думаю, это... Группа есть такая. Туцци, туцци, вот он. Туцци. Очень прикольный индикатор, но таких на самом деле полно индикаторов. Я вижу, он основан на супертренде. Да, я честно говоря не понимаю, сейчас тебе объяснишь, как он работает, но по факту он показывает, где входить в лонг. У тебя тоже, кстати, есть подобный индикатор, сейчас расскажешь, где держать лонг, где он пишет, да, где входить в лонг. Но по факту, смотрите, как интересно он делает. Он действительно никогда не ошибается, это вот для тех, кто торгует среднесрочно, краткосрочно, скажем, да, он показывает очень, ну, практически никогда не ошибается. Но единственное, что я понял, что он показывает, конечно, уже чуть-чуть позже, то есть, грубо говоря, вот здесь вот была идеальная точка входа в лонг, но он это показывает как exit short, то есть выйти из шорта. А дальше, как я понимаю, он ждет пробития, ну, тут какие-то мувинги еще есть, но я это вижу всегда, это выглядит как пробитие, грубо говоря, линии сопротивления, да, если мы вот тут ее нарисуем. И как только мы пробиваем линию сопротивления, он нам говорит, что это вход в лонг, и, как правило, он не ошибается, вот у нас идет лонг, 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 потом здесь он пока, вот здесь он ошибся, он сказал exit long, но после этого сразу же сказал, снова входим в лонг. Дальше, когда мы пробиваем линию по поддержке, сейчас мы ее найдем, ну, вот здесь он краткосрочный, он, в принципе, правильно показывает выйти из лонга, и у нас есть небольшая коррекция, потом снова войти в лонг. Но глобально, вот когда мы начинаем падать, вот он показывает выйти из лонга, зайти в short, там не видно, за ним написано short entry, соответственно, он также это показывает в момент пробития вот некого сопротивления вот этого локального. То есть, когда у нас, грубо говоря, образуется понижающийся минимум, он говорит, заходим в short, и, в принципе, достаточно точно показывает. Я им сам очень редко пользуюсь, но вот таких много подобных индикаторов, но вот он достаточно полезный, если вот вам нужно ловить вот эти среднесрочные там, ну, не интродэй, может быть, а какие-то там, не знаю, на неделю встать в позицию или на несколько дней, он достаточно неплохо отрабатывает, хоть и с задержкой. Что ты можешь сказать по поводу него, или, может, какие-то подобные индикаторы? Ну, это достаточно простой индикатор. Снова вижу, я могу предположить, что на супертренде, судя по тому, что я вижу, надо код смотреть, конечно. Таких очень много, это абсолютно верно, и в них есть одна большая беда. Это самообман. В чем он заключается? Визуально ты смотришь, и тебе кажется, о, ну, вроде круто, здесь была точка входа, все отлично. Как только ты превращаешь этот индикатор в стратегию, то есть позволяешь компьютеру просчитать на самом деле результат, он выходит очень плачевным. В чем заключается этот самообман, визуальный обман и ошибка? На самом деле, вход в сделку происходит не там, где надпись, не когда эта свеча открылась, а когда она закрылась. То есть ты, по сути, входишь гораздо позже, чем может визуально показаться. Поэтому физически, когда делаешь просчет, он оказывается не таким прибыльным, как кажется. Но надо смотреть, может быть, этот неплохой, ну, надо не глазам верить, а вот числам, на это нужно делать просчет. Но в любом случае, у кого нет стратегии, конечно, хотя бы что-то, хотя бы вот все не эмоциями торговать, хотя бы этот индикатор, думаю, конечно, ему будет полезным. А можешь показать, у тебя есть подобный индикатор, насколько я знаю, ну, по крайней мере, он мне таким видится, где у тебя тоже пишут, держи лонг, там, продавай, покупай, вот это, как он называется, и платный, бесплатный? Как его найти? Индикаторы у меня бесплатные, все, что в закрепленном сообщении в телеграм-канале, все индикаторы бесплатные. Есть набор индикаторов, по которым торгую я, там, там, маржинальная торговля, они более опасные, для этих индикаторов мы набирали клиентов, тоже давали им, но это другая история совершенно. Я сейчас говорю для новичков, вот вариант не для новичков, этот вариант для новичков, которым можно пользоваться. Вот, например, индикатор на недельке, он не очень сложный, но в нем, у него результат, смотрите, какой-то, вот тут четко, вот покупка по 3 600, продажа по 10 200. Отличный результат? Нет. Хороший? Да. Покупка по 9 500, продажа по 8 500. Отлично? Плохо. Покупка, продажа примерно там же. Что мы видим сейчас? Что у нас вот этот тренд, например, он полностью забрал, здесь, там, продал он по 56, купил снова по 39 800 и продал по 46 тоже. То есть, это не отличный результат, но у кого нет никакой торговой стратегии, кто просто на эмоциях торгует и думает, сейчас мне точно повезет, хотя бы такой индикатор, как мне кажется, он просто человек обязан иметь. Это в трейдинге не понимает. А, прости, я только сейчас понял, он показывает на момент закрытия свечи, то есть мы видим красивую, а по сути цена уже ушла в другое место. Да, ну вот типа смотри, здесь картинка и людям кажется, что вот здесь закрыта сделка. Ну, визуально. На самом деле она закрыта внизу свечи. А на самом деле вот здесь, да. И поэтому есть ощущение всегда, что кажется, что эти сделки были гораздо круче. А на младших таймфреймах, на младших таймфреймах он не лучше? Нет, это только для недельки индикатор. Хотел сказать я насчет, вот ты показывал этот индикатор со скользящими средними. Я лично не очень доверяю техническим метрикам в анализе глобальной цены биткоина, потому что они зависят от цены, а нужно что-то, что влияет на цену. То есть другая последовательность. И вот такой же индикатор, тоже бесплатно. Он, есть такой индикатор НВТ, в том, что там капитализация делится на количество транзакций. Как ПЕ у акций есть, там, что ты понимал, когда акция тебе принесет прибыль, сколько, какая у нее окупаемость. Так здесь вот для битка сделана эта штука НВТ, классическая. Но она так не особо хорошо работает. Мы с ребятами ее изменили. Сделали НВС, изменили в ней очень много. Добавили кошельки, добавили малые адреса. В общем, очень расширили формулу. Что мы видим? Дивергенция. То есть количество мелких игроков увеличилось очень сильно. Розовый цвет означает, что люди все находятся в эйфории, в экстазе. Вот здесь они находились. А это, на самом деле, была бычья ловушка. То есть цена хай не обновила, а количество новых участников обновило. Транзакции также. Здесь мы видим, что сеть была, биткоин, это сеть, ну, понятное дело, как фейсбук считается. То есть количество... Сеть, имеется в виду, она... Стоимость сети зависит от количества ее участников по формуле. Здесь то же самое. Количество участников упало. Людям, мелким игрокам сеть неинтересна, значит, место для покупки. Здесь дивергенция. Цена не обновила хай. У людей эйфория. Розовый цвет хай обновили. Неинтересно покупать. И вот, что мы видим сейчас, вот что меня напрягает. Это фундаментальный индикатор. То есть достаточно сильный фундаментальный индикатор. Мы видим, здесь была бычья дивергенция, скрытое расхождение. Был рост. И, к сожалению, сейчас цена хай не обновила, а индикатор хай обновил. И также мы видим розовые цвета. То есть люди находятся в эйфории, все верят в рост, верят в продолжение тренда. К сожалению, до этого исторически, когда это всегда происходило, это приводило к снижению цены биткоина. Пусть даже, говорю, не на много лет, как в 2019 году, но все-таки снижение цены. Если вы посмотрите на 2019 год, здесь такой истории не было. Цена обновила и индикатор обновил. Да, мы находились всегда в эйфории. Ну, в 2013 год здесь было меньше игроков, поэтому... Скажи мне, а на тот или его нельзя посмотреть или на другом каком-то графике? К сожалению, нет. Мы берем много информации из блокчейна. Вот, поэтому... Он открытый? Индикатор. Индикатор, да, да. Он в телеге у меня доступен бесплатно. Как называется он? НВС. НВС. Супер, круто. Просто я просто сейчас отвлекусь от индикаторов. Что ты сам думаешь о том, что Total, допустим, или Total 2 выглядит гораздо более побычий, чем биткоин? Ты наблюдаешь за ними вообще? Да, я с тобой согласен. То есть капитализация альткоинов сейчас переписывает хай уже, грубо говоря, и смотрит в космос. Меня только это, на самом деле, успокаивает в плане бычьего прогноза, что альткоины, на самом деле, накачивают сейчас, и биткоин, грубо говоря, идет в боковике. Понимаешь, что это все может очень... Биткоин выглядит, да, уже... На биткоине есть вот эти дивера, о которых ты говоришь. То есть есть понижающаяся вершина, есть, как бы, да, слабость тренда, и потенциальный даже нисходящий треугольник, может, начнем рисовать, как вот здесь, да, где ты показываешь. Но на Total совсем другая картина. Мы оттестировали, как бы... Мы сейчас, грубо говоря, на двойной вершине, конечно, но похоже, что мы собираемся ее пробить. Ну вот смотри, где у нас была эйфория по поводу альтов? Где они стреляли в космос? Вот здесь они стреляли в космос. Вот здесь они стреляли в космос. Ну вот здесь, кстати, они не особо стреляли в космос где-то, пока в 14 тысячах. Там в основном биток только рос. На самом деле. Ой, ой, все. Ладно, я тебя хотел на понт взять. Я не помню, когда они стреляли. Ну, в общем, все может быть. Я очень уважаю мнение Ридвана. Он разбирается в рынке. Он говорит... У него разволновка... Сейчас, если показать. У меня разволновка глобальная по Эллиоту. Как ты к Эллиоту относишься? Ну, я глубоко не копал. Я уважаю волновую теорию, но я так больше по ней как бы интуитивно ориентируюсь. То есть я вот эти все АБЦ, коррекции. Я когда Олесю Растане смотрю и перевожу, вот я более-менее вникаю, что он там говорит. 1, 2, 3, 4, 5. Понял. Конечно. И коррекция АБЦ. Вот у Эллидвана немножко по-другому. У него вот здесь волна 3 заканчивается. Соответственно, это коррекция 4. И, соответственно, мы должны видеть волну 5. Ну да, у тебя, извини, у тебя волна 4 какая-то слишком милипусенькая вообще. Потому что по проектору, когда у вас удлиненная волна 2, волна 4 будет укороченной. То есть это все по книге. По книжке, да? И здесь у нас конечная диагональ. На пятерочке у нас вершина очень ровная. Вообще без шпильки, без резкой, без... Меня смущает это в плане того, что у биткоина всегда до этого были взрывные вершины, blow of top. Это всегда максимально приводило толпу в эйфорию, в экстаз, и они были готовы покупать. Везде это было. Но при этом волновой анализ допускает пятую волну в виде конечной диагонали. То есть это идеальная конечная диагональ. Прямо вот с книги можно взять, там, Эллиота, например. Она вот идеально так выглядит. Поэтому, да, непривычно, непривычно. Видели мы такое до этого? Не видели. Мы такое видели, знаешь, где? Мы такое видели на фондовом рынке в момент ипотечного пузыря. Там тоже была ровненькая вершинка в восьмом году, да, или в каком-то было, в седьмом, в восьмом году. В седьмом? Да, да, да. В восьмом тоже не было никаких шпилек. Ну, правда, это фондовый рынок. Там более, скажем так, спокойным образом цена двигается. Но вот после этого мы очень сильно упали в сильную задержанную коррекцию. Ну, то есть, да, здесь, конечно, момент очень спорный, ребята. Ипи-сайкл отработал. И по волнам вот то, что нам говорит Дима. То есть мы, может быть, действительно уже в медвежьем рынке. Но, тем не менее, так же это может быть и медвежья ловушка. Нарисовать нам идеальный медвежий рынок. И улететь на куда-нибудь там, ну, не знаю, как говорит DaVinci на миллион, на миллион двести тысяч долларов. Ты уж сам почувствуй, все же находятся в эфории и в экстазе. Все находятся в лонгах в эфории и в экстазе. Это же не может привести к... Ну, судя по фандингу, слушай, сейчас в последнее время на биржах все находятся в шортах. А какой индикатор фандинга? Я, кстати, видел в твоем обзоре фандинг. Да, я тоже про это сказал в своем обзоре недавно. И каким пользуешься на трейдинг? Я на трейдинг-вью пользуюсь бесплатным индикатором фандинга. Сейчас покажу его. Ну, с какой-то определенной биржи или с разных? Просто там раньше все пользовались... С BitMEX. Ну да, но BitMEX там же уже объемы упали. Или все равно он имеет смысл? Сейчас же все на бинаре... Не имеет смысл. Проблема в том, что сам этот индикатор, который я использую, это не мой индикатор. И у меня нет доступа к коду. И я не могу посмотреть, с чего он состоит, как он берет дату. Я просто посмотрел, что он до этого отрабатывал. Думаю, ну, буду использовать его. Свой не писал по фандингу. Ну, то есть такой прям отдельный. И поэтому мне сложно сказать, насколько он рабочий, насколько он правильно сейчас отображает. По нему сейчас идет мощное накопление. Да, я видел в твоем видосе одно из последних. Но, опять же, сейчас же фандинг надо смотреть с разных бирж. Сейчас у нас есть Binance, Bybit, там Femex, FTX. Там много где кто торгует. Я не знаю, там много фьючерсами. И, опять же, есть инверсные фьючерсы, а есть USDT, ну, линейные. Соответственно, там фандинг разный. Вот как правильно считать? Какой фандинг правильно высчитывать? Или все их как-то суммы? Все? Просто какая разница? Если будет ликвидировать, то будут всех... Охота идет на всех сразу. На тех, у кого в монетах будет ликвидировать, инверситировать, всех будут срубать. Поэтому в целом это значение не имеет. Главное, в какую сторону фандинг. В лонг или в шорт. Вот это основное. Я бы еще хотел сказать последнее. Ну, вот по индикаторам. Даже можно прорекламировать. Хороший индикатор, который, опять же, бесплатно вам доступен, если вдруг вы хотите покупать. Warm Buy называется. Это фундаментальный индикатор. Добавляете в себе. Видите зеленые свечи. Можно покупать. Видите зеленые свечи и белую гистограмму. Отличное место для покупки. Также индикатор можно использовать для альтов. Но лучше для альтов использовать индикатор. Сейчас называется он «Слезы Сатоши». Это была идея Рафаэля «Слезы Сатоши». Я ее в код вписал. Например, вот смотрите, эфир. А Litecoin. Включая эту недельку, были покупки всегда на самом дне по этому индикатору. Прикольно. Слушай, а можешь Dash глянуть этим индикатором? Он же сейчас вообще подмешивает. Ой, давай. Интересно. Давай. Dash, 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 Dash. А где самая долгая история у Dash? У Poloniex. Но там объемов нет. Может быть, Kraken лучше смотреть. А мне важна история здесь только. Ага. Ну да, вот у него, он показывал на покупку в области примерно 65 долларов. Мы ниже спускались еще этой цены. Ну и мы сейчас на 153 доллара. То есть, ну пока он не показывает на покупку, я понял. Пока на покупку не показывает, да. Вот где было в последний раз. Битко лучше всего подходят такие торговые структуры, связанные с Fibonacci. Там очень хорошо работает толпа. Дружище, расскажи про Fibonacci пару слов. Можешь? Как правильно пользоваться сеткой Fibonacci? Можешь рассказать? Давай, слушай. Дело в том, что нет правильного. Нет такого, что в Fibonacci нужно пользоваться только так. Не, ну там же есть особенности, что если мы в бычем, если в медвежьем тренде, то ее надо накидывать снизу вверх и сверху вниз, допустим. И опять же, кто как видит. Но дело в том, что кто-то думает, что мы в бычем, а кто-то думает, что мы в медвежьем. Говорит, вы неправильно натянули сет. Во-первых, так. А во-вторых, кто как использует. Кто-то там тянет Fibonacci от самого Лоя, кто-то по-другому. Ну то есть у меня есть своя методология, как я использую. Я могу рассказать по ней. Вот я могу сейчас сказать, знаешь что. Короче, вот все в целом. Видите движение? Начало импульса, на мой взгляд, не знаю, что это правильно. Я так работаю, у меня это выходит в прибыль. Начало импульса – это любая свеча, которая не была откорректирована последующей свечой или ее фитилем до 0,5 уровня. Если не откорректировала, значит, это один импульс. Следующая свеча не откорректировала, это один импульс. Следующая свеча откорректировала – это конец этого импульса. Как работать с этим? Вы берете Fibonacci от начала импульса. Ну вот, например, куда-нибудь отмотаем вот сюда, вот здесь. Посмотрим. Индикатор отключу. Вот мы смотрим, где начало импульса. Вот было начало импульса. Здесь, понятно, 0,5 коррекция была. Здесь ищем свечу, которая не была откорректирована следующей свечой до 0,5 уровня. Так, была откорректирована. На недельном, кстати, графике я использую логарифмическую Fibonacci. На дневном – не логарифмическую. На часе – логарифмическую. Почему? Потому что практика мне показала, что так работает лучше. Здесь до 0,5 уровня коррекции не было. То есть, понимаете, вот свеча, ее лой, ее хай. До 0,5 коррекции не было. Значит, Fibonacci нужно тянуть дальше. Тянем, 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 тянем. Покупки по этой Fibonacci нужно совершать на 38 уровне, 0,5 или и 618. Если вы хотите очень безопасно купить, то покупаете на 0,5, 618, продаете на 23. То есть, всегда будет вот такое движение. После 618 будем приходить к 0,5. И вот здесь покупки, здесь покупки, здесь продажи. Или, если это бычий рынок, то продажи могут быть на… Это уже посложнее, но продажи могут быть тогда на 0,618 уровне. Минус 0,618. Покажу. Точка. Вот здесь. Вот здесь мы взяли покупки. Да. Мы взяли покупки. Сейчас, секунду. Далее. То есть, этот импульс уже отработал. Была коррекция до 0,5. То есть, все любые движения после этого – это новые импульсы, с которых тоже также надо ввести Fibonacci. Зеленая свеча. Была коррекция до 0,5 уровня здесь. Коррекция была. То есть, вот здесь ваши покупки сработали. Вы их продали на 23-м. Заработали снова. Ищем новый импульс. Новый импульс. Значит, если свеча на 70% состоит из фитиля снизу, то можно брать с нее. В данном случае вот свеча и сразу же коррекция до 0,5, что до 0,18 уровня. То есть, вот здесь могла быть ваша покупка, здесь могла быть ваша покупка. Вот ваши покупки сработали. Продажи сработали. Или на 23-м. Рынок потрясающий. Fibonacci отрабатывает на нем просто идеально. Далее смотрим. Импульс. Коррекция до 0,5 была. Не было, до 23-го была. Значит, тянем выше. Здесь коррекция до 0,5 была. Не было. Тянем выше. И здесь коррекция до 0,5 ровно пришла. Пришла коррекция. Вы продали на 23-м. Или на 0,18 продали бы очень много времени спустя. Что интересное. Ну, то есть, логика понятна. Здесь покупка, здесь покупка. Продажа на 23-м. Или продажа на 0,18. В бычьем рынке непонятно. Да, в бычьем более-менее понятно. На медвежьем. На медвежьем. Если это хотя бы отскок дохлой кошки. Он также отрабатывает, как ты говоришь. Вот давай перейдем на современную историю. Значит, что интересно, на что я хочу обратить внимание. Все импульсы на недельки, которые вы могли увидеть до этого. Все. Вот прям все. Я всю историю знаю. Биткап просто по часам все изучил. Все импульсы корректировались до 0,5 уровня всегда. Здесь сейчас. Вот это начало импульса. Просто поверьте мне. Я знаю, я здесь все эти импульсы уже изучил. Ну, вот опять же. Если это не считать с коронадампа, а считать, как ты считаешь, то это да. А с коронадампа он тем более не откорректировался вообще, Да, если считать. Просто многие считают от лоу прям. То есть, если ты будешь считать от... Вот. Да. Я потому и говорю, что от лоу на самом деле все коррекции были. Смотри. Именно по моей системе. Не потому, как кто-то считает. Потому что кто-то считает и, может быть, зарабатывает. И это правильно. И все хорошо. Здесь нет каких-то таких, говорю, абсолютных истин. Я вот такую закономерность обнаружил, и я по ней работаю. То есть, смотри, здесь мы берем, раз, до 0,5 уровня коррекция была, значит, этот импульс откорректирован. 23, вот 0,618 продажа. Следующий импульс берем. Вот он, импульс. Коррекция к 0,5 была, значит, этот импульс откорректирован. 0,618. То есть, все импульсы здесь уже откорректированы на недельки. Раз. Вот я тянул фибу. Вот здесь. Коррекция к 0,5 была. Была. Ну, все, как всегда. 0,618, 23, всегда это отрабатывает. Откорректирован. Здесь импульс, понятно, даже визуально понятно, что откорректирован. Вот следующий неоткорректированный огромный импульс. И сейчас он еще не откорректирован. А я напомню, что нет ни одного импульса в истории биткоина, который не откорректировался бы до 0,5 уровня. Здесь мы не пришли. Это очень серьезный аргумент для меня, что мы сюда придем. Хорошо, вопрос. Извини, вопрос. Как ты определяешь, что это конец импульса, раз он еще не откорректирован? Если он сейчас уйдет выше, не означает ли, что это надо ФИБу тоже тянуть будет выше? Означает, такое было всего один раз в истории. Но с какой большой разницей? Смотри, вот это было вот здесь. Мы пришли к 0,38 уровню. Вот, 0,38, видишь, да? Да, да. И затем импульс продолжился, и мы его тянули. И пока они пришли потом к 618 уровню, то есть вот он был. Вот он был, последний импульс на этом рынке. Да. Так это не противоречит тому, что ты только что нам говорил. Вот один случай в истории есть, когда мы не пришли к 0,5 уровню, а продолжили импульс после того, как мы подошли к 0,38. То есть на всей истории до этого, когда мы подошли к 38 уровню, это почти стопроцентная вероятность, что мы сейчас па-па-пам, пам. Только один случай в истории. Вот я могу вам любую ФИБу, любой импульс натянуть, везде так было. Ну мы тебе верим. Вот только один случай, когда это сработало по-другому. Может быть, это тот самый случай? Да, конечно, может быть. Но все-таки для меня это большой такой... Тревожный звоночек. Большой, да, совершенно верно. Звоночек, что сюда большая вероятность там прийти. Как вам работать? Здесь совершить покупки. Здесь совершить покупки. А где продать? На 23-м. То есть даже если это рынок медвежий, то мы, грубо говоря, туда отскочим, и вы там закроетесь. Да, да, это будет очередная бычая ловушка. Медвежья ловушка. Да. Я запутался. Ловушка, да. И еще важный момент. Не было ни одного импульса. Больше медвежьей ловушки, так называемый. Да, да. Не было ни одного случая в истории битка, чтобы на недельном таймфрейме мы обновили лой прошлого импульса. 10.45. Даже здесь, смотри, вот мы берем, здесь супер была, супер дамп. И смотри, как защищали этот уровень. Вот он. Мы не пришли, вот прям, вот, 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 начало импульса. Я не просто так здесь тяну фибу, еще раз скажу. Здесь все импульсы откорректированы. Вот импульс, коррекция к нему, импульс, коррекция к нему. То есть я не просто так на глаз натягиваю. Четкая система, по которой я именно сюда наложил фибу. И вот смотрите, мы не пришли. Мы не пришли, мы не обновили лой. Даже на коронадампе. Не было ни одного случая в истории, когда мы бы ушли ниже этой цены. И все, кто говорят, кстати, что киты не позволят, что сейчас тут уже у нас фонды. Что киты никогда не позволят так низко, дешево купить. Да, да, майнеры не позволят. Майнерам будет невыгодно майнить. Там еще были такие байки. Вы не были на рынке раньше. Ну вот здесь, что вы думаете? Вот здесь. Не позволяли так дешево купить? Вот такое большое количество времени? Все просто. Когда мы приходим к этим уровням, никто не хочет покупать. Потому что здесь такие новости плохие. Так все ужасно. Биткоин сразу. Потому что ликвидируют. Всех ликвидируют, а кого не ликвидируют, у тех просто нет денег уже покупать. А они продают, потому что надо что-то как-то закрывать. Портиру платить. Да, да, да. Закрывать свои счета, покупать продукты. Да, совершенно верно. Поэтому легенда о том, что не дадут купить, это байки, которые дадут. Дадут купить, еще много раз дадут, просто брать никто не будет. Хорошо. Слушай, дорогой, спасибо тебе большое, что делишься бесценнейшей информацией с нами, со всеми. И со мной, и с нашими зрителями, подписчиками. Я тебя еще по поводу одного индикатора должен спросить просто, потому что я его сам использую. Это такой тоже фундаментальный индикатор, который называется Hash Ribbons. Давай прям не переключая экран, у тебя же он есть тоже наверняка. Да, да. Hash Ribbons нет, но я сейчас покажу другую вещь, которая, собственно, там тоже самая история, что и Hash Ribbons. Значит, смотри, что такое Hash Ribbons? Да. Это простейшая штука, которая, Чарльз ее изобрел, забыл фамилию, скользящая за 60 дней, по-моему, Hash Rate, скользящая за 30 дней. Когда скользящая за 30 дней падает, значит, резко упал Hash Rate. Hash Rate, да, да. То есть этот индикатор основан на том, как работает сеть Bitcoin, Hash Rate сети. Исключительно на Hash Rate, то есть просто на закономерности, которая говорит о том, что упала цена, майнерам невыгодно майнить, они отключают оборудование. Значит, падает Hash Rate. Далее, значит, другие майнеры начинают больше зарабатывать, потому что гонорар, ну, сети, плата за сеть попадает больше им. Hash Rate начинает восстанавливаться, цена начинает расти, включаются новые майнеры, и, соответственно, Hash Rate увеличивает свой рост еще. То есть построено на одной закономерности, что после падения, и вот мы видим это, вот Hash Rate, вот, по сути, Hash Ribbons, только здесь немножко другие его параметры, я сделал, что после падения Hash Rate... Мы видим капитуляцию майнеров, и после этого все восстанавливается, и Hash Rate, как мы знаем, очень тесно коррелирует с ценой. То есть когда он растет, в долгую растет Hash Rate, и в долгую растет цена у нас постоянно. Исторически, вот видишь, всегда мы видим, когда на вот этой линии Hash, тоже бесплатно можете посмотреть, когда мы видим красную, и после этого шел рост. Красная, рост, красная. То есть цена 30-дневная, относительно 60-дневная падает, значит, потом начинает восстанавливаться, начинается рост. Начинает восстанавливаться, начинается рост. Всегда это отрабатывало. Есть ли гарантии, что это... Почти всегда. Вот здесь не отработало, например, что я. Есть ли вероятность того, что это будет отрабатывать всегда дальше? Вероятности такой нет. Но раз это закономерность, которая показала себя уже за много лет, за всю историю биткоина, хорошо, мы можем на это рассчитывать и смотреть, и иметь просто в виду. Именно на этом основан Hash Ribbons. Ничего суперсложного. Вот это вот примерно линии Hash Ribbons. Скользящая одна, скользящая другая. Пересечение вверх, пересечение вниз, капитуляция, восстановление, капитуляция, восстановление. Простой, изящный индикатор, который работает, и его можно использовать. Но при этом, ты, наверное, хочешь сказать, ну так у нас же есть сигнал на лонг по Hash Ribbons. Но у нас был сигнал на лонг по Hash Ribbons вот здесь. Мы выросли на 60% и вот как упали. В моменте выросли перед этим все равно, но упали еще жестче. То есть, на самом деле, как и любой сигналищий индикатор, он хорош, когда несколько раз показывает себя. Как и Golden Cross, второй лучше, чем первый. То есть, если на Hash Ribbons 2-3 раза подряд пробивает сигнал на покупку, то, как правило, мы все-таки растем. Ну и здесь мы выросли. Мы же выросли. Да. Сколько мы там выросли? На 50-60, на 40% выросли. Это отлично, уже результат. Но еще есть проблема в Hash Ribbons. О нем все знают. Все о нем знают. А на рынке не зарабатывают все. Это точно. А Hash Ribbons, это прям все в него очень верят. Все о нем очень знают, что ну если Hash Ribbons показал, надо покупать. Вот здесь за это людей наказали. После этого они перестали верить в эти сигналы. Сейчас снова верят. Посмотрим, к чему они привели. Это как индикаторы от Glassnode тоже. Они настолько пропиарили, настолько все об этом знают, что я просто технически, я ими не пользуюсь, и я не верю в них. Потому что они, на мой взгляд, просто не могут работать. Потому что все о них знают. Слишком много о них знают и их используют. А кому тогда терять деньги? На рынке деньги перетекают из одних рук в другие. Кому терять? Кто будет платить за праздник? Так что, мне кажется, этот год будет тоже очень хорошим годом, когда люди очень сильно разочаруются в Glassnode, в плане B, с его Stock-to-Flow модели. И сейчас Glassnode очень спекулируют, чтобы поднять бычье настроение. Туда как не посмотришь, там все время крупные игроки накапливают, все сейчас взорвется, все будет. Это что создает? Создает эйфорию. Зачем эйфория? Чтобы создать ликвидность. То есть я хочу продать, не знаю, 500 тысяч битков. Как мне нужно? Мне нужно, чтобы мне их купили. А кто мне их купит, если будут? Ну да, ты задам, пиши. Пожалуйста, я перемещаю все битки на кошелек, начинаю дальше свои же с бирж выводить битки на кошельки, начинаю для того, чтобы Glassnode сказал, смотрите, у нас шок-суплай, на биржах нет битков. Все, ну то есть это можно создать за 5 секунд. Потом я за 2 минуты завожу битки и хреначу по рынку. Нет, ты их даже не заводишь, ты их на OTC продаешь просто часто. Например? Да, ребята, ведь реально такая тема, что сейчас киты выводят битки с бирж, шок-предложение, но можно действительно, ты правильную вещь сказал, что киты могут также потом просто их продавать за кэш, и мы об этом даже не узнаем, мимо бирж. Потому что по бирже, если они по стакану будут их продавать, то цена биткоина просто упадет не до нуля, конечно, но очень-очень сильно, как на коронадампе, кстати, когда мы видели, как это было связано с каскадом ликвидации. Вот поэтому я и говорю все время про рыночную капитализацию. Все говорят, вот капитализация рынка там, сколько она там сейчас, 2 триллиона, да, без малого, капитализация биткоина там, типа 700, ну сколько, 800 миллиардов. Вы поймите, ребята, что капитализация – это всего лишь цена последней реализованной сделки по монете, умноженная на количество всех монет в обращении, учитывая монеты, которые навсегда уже потеряны, которые, конечно, добавляют нам ликвидности этого шока предложения, но, тем не менее, нет там никаких миллиардов. Вы поймите, что если все захотят продать сейчас, вот как ты сказал, 100 тысяч битков, вы же не сможете каждый биток продавать по цене там в 40 тысяч долларов. Вы с каждым следующим битком цену будете ронять. Соответственно, вы уже на второй тысяче биткоинов, уже будет цена в 30 с чем-то и так далее, и так далее. Если все захотят сейчас выйти из битка, то далеко не все… Ну, то есть, грубо говоря, вы не продадите каждый биток по цене в 40 тысяч долларов. Поэтому нет там никаких 800 миллиардов. Это же понятно, ежу. Поэтому, когда говорят, вот, кто будет там пампить монету, допустим, я не знаю, там, про тот же Dash я говорю, что он может дать там XO в 20. Они говорят, кто будет в Dash вливать там 100 миллиардов. Не надо там никаких миллиардов, там хватит и одного миллиарда тезера, чтобы вы понимали, чтобы его запампить. Там стакан еще пустой. Соответственно, делите все это на 10, а лучше на 100 всю эту капитализацию. Ладно, там капитализация компаний, где действительно есть… Да, у которых есть акции, дивиденды, там, выручка. Но капитализация крипты – это смешно. Вы что, это, конечно, красивые цифры, но… Я хочу еще, Грин, обратить твое внимание, что у нас есть один очень важный момент, на который, ну, стоит посмотреть. У нас есть незакрытый гэп на уровне 34 тысячи долларов, 33, огромный незакрытый гэп по CME. Это значит ликвидность для рынка. На 26-23 тысячи долларов. На твоем уровне? На 19. Это примерно на уровне 0,5, по ходу, который ты показывал, да? Совершенно верно. Это и есть уровень 0,5, потому что все сходится здесь. Я тебе так скажу. Я не особо верю в гэпы. Я как раз вот считаю, что гэпы на биткоине притянуты за уши, потому что гэпы – это, опять же, с традиционных рынков прошло, да? То есть CME – это как бы не главная биржа, где торгуется биткоин, скажем так. Но все-таки стоит, да, наверное. Тут, Грин, видишь, верь не верь, они отрабатывали. Вот здесь у нас есть гэпчик, который, да, мы не закрыли, но мы к нему подошли. А здесь мы даже не подошли вот к такому огромному гэпу. Как это работает? Это работает не потому, что это просто гэп, надо закрывать, магия, а потому что здесь собрана огромная ликвидность. А рынок… Ну, ты знаешь, я слышал такое мнение. По-моему, Олесье Урастани говорил, что на бычьем рынке гэпы вообще не должны закрываться. Я точно могу путать, но кто-то из уважаемых аналитиков говорил. То есть на медвежьем рынке, да, почти все гэпы закрываются. То есть он отскакивает наверх, обратно, отскоком дохлой кошки закрывает гэп. Но на бычьем рынке, если ты посмотришь даже на предыдущем и на позапредыдущем, далеко не все гэпы закрывались по биткоину, потому что он просто улетал ракетой наверх. Вот смотри, у нас здесь на CME начались торги примерно, и здесь были гэпы, разрывы, мы их закрыли вот этой всей штукой. Ну здесь, да, это был еще такой, это был рынок накопления, ни бычьи, ни медвежьи. То есть у нас на самом деле нет истории, достаточно истории с CME на прошлом бычьем рынке, чтобы говорить об этом. То есть вот представь, что у нас были бы торги на CME в 16-17 году. Я думаю, что мы бы там... Да, конечно, мы бы понимали тогда, что к чему. Да, да, да. Может быть, были бы не закрыты. Но пока они все закрыты, и нельзя на это не обратить внимания. Если взять расширение Fibonacci, четко вот это ABC волна, это B, то мы также придем. 0,118 уровень, 34. Первый уровень, 25. То есть все сходится. Это уже другой подход. И 1,118-17 тысяч долларов тоже с закрытием этого гэпа. То есть все сходится, к сожалению, вот в такую... И появляется это вообще негативная картина. Мы пришли сейчас к 38 уровню. Следующий уровень теста 0,5. Это 37 тысяч долларов примерно. Это четко, правильно, логично, техническая FIBA. Как я говорил в начале видео, как нужно использовать RSI, как нужно использовать MACD правильно. Это тоже технически правильно разложено не FIBA, а расширение Fibonacci, основное на 3. Не коррекция Fibonacci, а расширение. А, B, C. Вообще в целом это точка B по Эллиоту. Соответственно и вот 0,118-1, 1,118. К сожалению, быков, наверное, и к счастью медведей. Ну, кстати говоря, давайте еще не забывать, ребята, все-таки, что это год быка. У нас с вами все еще не закончено. И посмотрим, может быть, он нас удивит. Крестим пальцы. Ну да, я могу быть неправным. Придется сетку по-другому натягивать. Да мы все можем быть неправы, ребята. Это надо понимать. Мы просто чуваки из интернета. И когда говорят, вот, переобулся на ходу, вы поймите, что в трейдинге золотое правило трейдинга – это как раз переобуваться. Не на ходу, конечно, но не зацикливаться, скажем так, не жениться. Да можно и на ходу. Конечно. На лету надо переобуваться и принимать правильную позицию рынка. Конечно. Так что нет, я сказал short, пофигу на все, смывайте меня полностью, ликвидируйте, я буду все равно верю в short. Плевать рынку, во что ты веришь. Это вопрос таймфреймов. На вот таком, на долгосрочном таймфрейме вы можете делать две сделки в год, допустим. Да, встать в лонг вон там по 10 тысяч долларов и в short по 60. А если вы торгуете внутри дня, вы можете по несколько раз в день переобуваться, брать и лонг, и short на откате там от теней. И это абсолютно нормально. Поэтому не надо подстраивать рынок под свои ожидания. Нужно подстраиваться самому под рынок. Ребятушки, ну и, конечно же, наш любимый индикатор MarketCypher. MarketCypher, у нас есть отдельный обзор по нему, также у нас есть отдельный канал по нему, Russian CryptoFamily, который изначально назывался Russian Family of MarketCypher. Там Слава готовит сейчас огромный обзор отдельно по этому индикатору. Ну и пока я даю ссылку на наш обзор по нему, либо на Славин, сейчас у вас появится сверху, просто нет уже времени реально все это объяснять. Ребят, очень мощный индикатор. Есть, он вообще платный, его продает CryptoFace, точнее его брат, небезызвестного CryptoFace. Но также есть его бесплатная копия на TradingView. Называется VMC Cypher A, вот так вот. Плюс VMC Cypher B, дивергенции. Вот эти два индикатора, особенно B, дивергенции, очень-очень мощный. Посмотрите урок сверху. Ну а мы на этом видео заканчиваем, ребята. Вы уж простите, что так долго или так, я не знаю, недолго не посмотрели МакДи, не посмотрели много еще чего. Если вам заходит такой формат, ставьте лайк, пишите комментарии, будем делать еще подробные разборы. Спасибо, бро Пифагору, за эту бесценную информацию, что он нам дал. Не забудьте подписаться на канал Пифагора, если вы еще не подписаны, на наш канал. Вот, ну и как-то так, что? Всем профитроли и скоро увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok